Это про неадекватную ортопедическую нагрузку, которая в сочетании с отсутствием прикрепленной десны может давать такие неприятности всяческие. Также наличие слизистых мышечных тяжей в области имплантатов, опять же, в сочетании с отсутствием прикрепленной десны. Если у вас есть прикрепление и его более 3,5 мм в области имплантата, то никаких пластических мероприятий по истечению этих тяжей проводить не нужно. Потому что 3,5 мм – это тот запас биологической ширины, который нам позволяет ничего не делать. Это зона безопасности для имплантата. Если только будет вследствие каких-то действительно других причин утрачено это прикрепление и будет тянуть вот этот тяж, тогда надо приступать к взаимодействию с пациентом. Но пока на сегодняшний момент прикрепление есть, 3,5 мм есть, хоть что там тянет у него щека, все что угодно, она не будет никак воздействовать на эту переимплантную зону. Если нет прикрепления, то, конечно, с этим надо решать. Сразу и однозначно. Но иногда у меня есть такой просто случай по поводу лазера. Это мой такой очень близкий товарищ, мой пациент с самого вообще моего первого приема, наверное. И ему, мы с моим одноклубником, как только нам купили лазер в клинику, сделали вести булопластиковую область имплантата, очень довольные. Какой лазер? Какой лазер? Не помню. Немецкий какой-то. Мы довольны, сделали. У него болело полтора месяца все. Мы создали рубцы такие жуткие. Это была зона 34-35 зуба. И там стояли два имплантата у него. Анкилоз. И я потом иссякала. Он так же сживал жутко. У него все болело. Он бизнесом занимается, все время летает куда-то, ездит, он должен общаться. И я прокляла вообще этот лазер вместе со своими руками, потому что, ну, нанести вот такую травму. Сохранился, конечно, рубец незначительный после иссечения. И он тянет. И вот он недавно у меня был, ну, кто же, 15 лет прошло с того момента. И есть там рецессия на имплантате. Но он категорически сказал, что он не будет ничего делать. То есть, у него вот эта вот память, да. Потому что у него нет воспаления, он идеально чистит. То есть, он весь очень за собой ухаживает. И все он там делает, все всегда соблюдают. Он приходит раз в полгода на профессиональную гигиену. Все как бы он делает идеально. Поэтому у него никакой воспалительной реакции там нет. Но рецессия на имплантате есть. И обнажение витков там есть. И это следствие чисто гидрогенного. Диодный лазер. Я не помню просто правила компания-производитель. Потому что мы... Ну, это точно немецкий. Потому что все, что мы тогда покупали в клинику, было немецкое. Я помню, что я очень... Мы его задвинули вместе с Тимуром Александровичем в дальний угол. Закрыли тряпочкой и больше к нему не прикасались. Но мы создали, да, и трогенный переимплантит. Надо признаться, как бы, просто честно в этом. Хорошо, что это был просто наш очень такой хороший товарищ. За что я пострадала. Вот мы поговорим о патогенезе, о системных заболеваниях. Мы обсудим это. У меня это есть, да. Но это просто не совсем причина. Это все-таки сопутствующие такие факторы, которые... Да, наши пациенты живут. Они же не в вате сидят в банке, да. Они живут, они взаимодействуют. У них и стрессы, и работа, и семья. Ну, вы представляете, что при иммунострессе вообще не работают ни белки, ничего. Конечно, это вот просто... Ну, вот как раз на пике резорпции, да, когда начинается с четвертой по восьмую неделю, да, самый вот этот вот пик резорпции в области имплантата, вот тогда оно и происходит это все. Мы, наверное, вот это тоже распечатаем вам, я так думаю. Да? Потому что написано достаточно мелко. Алексей так меня убедил, что это очень понятно. Я не знаю. Это мои зарисовки, поскольку все свои слайды я пишу только сама, и рисую всегда я сама. Все рисовки тоже, они выполнены моей рукой. Вот, но... Я думала, что я это перерисую на планшете, на цветном, и как бы будет вам это все очень понятно. Доктора, что вы видите там, я не знаю, наверное, ничего. Потому что мы вам выдадим, да, это в распечатанном виде, так же, как и таблица. Мы поговорим о биологической ширине. Вы уж меня извините, что я вас утомлю ею сегодня, но она просто все-таки, вот сегодня она очень важна нам. Вчера мы касались этой темы вскользь, потому что при рецессиях вы просто должны помнить про эти 3 мм, опекальная рецессия, и, как бы, вот, собственно, вам не можно даже и не думать, зачем вы это делаете. Вы просто помните, что это 3 мм. Ну, конечно, биологическая ширина в норме, вы все знаете, она должна составлять 3 мм. Бывают случаи, когда она может быть чуть меньше, чуть больше. Мы не будем касаться сейчас этих пограничных каких-то состояний. Причем, что это не патология, а именно норма, когда уровень костной ткани, да, находится либо ниже, либо выше. Но мы сейчас не будем туда залезать, это нам не нужно, нам нужно разобраться просто в строении тканей в области зуба, а потом мы коснемся, чем же отличается строение ткани в области зуба от строения ткани в области имплантатов. И отсюда наши все уже костно-пластические мероприятия, пластические мероприятия по устранению, да, дефектов в области имплантатов будут выстраиваться логично из анатомических предпосылок и физиологических, естественно. Здесь на экране изображено строение парадонтальных тканей и вовлеченные сюда, естественно, что структура зуба. Мы здесь говорим о понятии, что такое зубодезневая борозда, сколько она должна быть в норме, то, что мы вчера с вами обсуждали. Это краевая или свободная десна по любой, пожалуйста, классификации, терминологии, это не имеет никакого значения, как вы ее будете называть. Прикрепленная кератонизированная она же десна и свободная слизистая мокоденгивальная граница, кость, связка перидентальная, цемент зуба, цес, цемент-эмалевая граница, эмаль, десневая борозда, биологическая ширина 3 мм. От костного пика до краевой десны. Все помнят, что ширина это вертикальное понятие, мы его не измеряем, ширину мы его измеряем, высоту, вертикаль. Что важно для имплантологического лечения в данной ситуации, как вы считаете? Что не будет, когда у нас будет стоять имплантат? Чего у нас нет? Сейчас его прикрепление непосредственно. Молодец. Да. Значит, давайте договоримся. Я не знаю, может быть у кого-то есть миф в голове, ничего к имплантату и к абактменту не прикрепляется. Из чего бы они не были сделаны. Конечно. Поэтому мы вернемся с вами к биотипу. Толстый биотип и средний биотип позволяют нам какие-то нюансы, где-то оставлять какие-то витки имплантатов при установке. Еще тонкий биотип, мы наоборот стараемся заглубить эти имплантаты, поставить их субкортикально, чтобы даже при какой-то небольшой резоркции в области шейки имплантат, мы всегда были немножко с запасом этой костной массы вокруг. Поэтому, конечно, работа в области имплантата и работа в области зуба отличаются. У нас нет вот этого ничего. То есть, можно отсечь из этого всего половину. Естественно, что питание костной структуры у нас идет только от надкосницы и только от региональных сосудов. Продолжение следует...